К сожалению, мы не знаем, в какой последовательности создавались произведения Брегеля последнего периода. Если бы мы знали это, своеобразие последнего короткого периода его творчества предстало бы перед нами особенно ясно. Брегель часто встречал на дорогах, на сельских ярмарках, на масленичных гуляниях, у церковных дверей коллег и слепых. Начиная с самых ранних своих произведений, он включал сложные композиции их изображения. Вспомнил хотя бы слепых в нидерландских пословицах или коллег в битве масленицы с великим постом. Среди его рисунков, снабженных пометой с натуры, есть немало зарисовок слепых и нищих. Тема слепых, воплощенная в его поздней работе, в одной из самых совершенных его картин возникла давно. Обдумывалась долго и разрешена была не так, как разрешил бы ее художник Смолоду. Вероятно, если бы он писал картину в те же годы, когда написал детские игры или нидерландские пословицы, он соединил бы различные прямые и символические образы слепоты и ослепления. Теперь ему это не нужно. Крошечный эпизод дальнего плана в пословицах развивается в целую картину. Внешние действия ее легко описать словами. Ее внутреннее содержание породило целую библиотеку. Ясный, но неяркий день. Краски неба и земли приглушены. Зелень деревьев редка, прозрачна и смягчена дымкой, которая висит в воздухе. Дома и церковь, и дальнее поле, все окрашено голубовато-серым, зеленовато-серым, чуть серебрящимся тонн. Пожалуй, это самая неяркая, самая приглушенная по тонну картина Брейгеля. Шесть крупно написанных человеческих фигур на косогоре – процессия слепых. Мы чувствуем, что они только что шли осторожными шажками, держась друг за друга или за пасахи. Первый нащупывал дорогу, остальные двигались за ним, повторяя его движения. Но слепой Павлодырь сделал неосторожный шаг и падает наздечь в канаву, увлекая за собой и того, кто следует за ним, и, быть может, всех остальных, потому что они еще, не понимая, что случилось, продолжают свое движение. Это страшная картина. Пристальные интересы и безжалостное внимание к уродству были свойственны веку Брейгеля. Шарль де Кастер, который прекрасно ощущал особенности этого времени, написал в романе сцену, построенную на том, что тиль и кормит голодных слепцов, и зло потешается над ними. Брейгель не щадит тех, кого он изображает. Лица отмечены не только слепотой, но и уродством, превращающим их в напряженно застывые маски. Он не щадит и того, кто смотрит на картину. Она отталкивающей привлекательна. Глядеть на нее тягостно, отвести от нее глаза трудно. А истолковать до конца, вероятно, невозможно. Это и случай на пустыне дороги, где нет ни единого живого существа, кроме слепых. Никто не услышит их, никто не придет на помощь. Это, наверное, и притча о внутренней, духовной слепоте людей, которая одного за другим ведет к неотвратимому падению. КОНЕЦ Это уже не первый раз выраженный Брегелем контраст человеческих страданий с прекрасной, но равнодушной к страданиям природой. Несомненно, что художника занимала и сложная чисто профессиональная задача. На картине запечатлено неотвратимо, насильственно и внезапно прерванное движение. В каждом из слепых как бы запечатлена одна из последовательных фаз падения. Неизбежность и силу падения ощущаешь, глядя на картину, почти физически. Иногда говорят, что современники Брегеля воспринимали не только трагическое, но и комическое начало этой картины. Вероятно, так и было. Мы стараемся представить себе, что смешило их в этой картине, и невольно думаем о той неразвитости сознания, которое не позволяет человеку отождествлять себя мысленно с тем, кто болен или слаб, и позволяет уросту стать поводом для смеха. Картина создана в давно прошедшие времена, но можно ли сказать, что такой взгляд на уродство исчез вместе с этими временами? Раньше Брегеля для того, чтобы выразить свое ощущение трагизма жизни, нужны были десятки, иногда сотни изображений чудищ и монстров. Пылающие пожаром закаты, рушащиеся стены, безумные в своей ярости фурии, попирающие людей и опустошающие землю. Теперь он гораздо сдержаннее, всего лишь случай на дороге, несколько людей. Они не погибнут, они упадут, может быть, получат ушибы, но станут, подберут свои рассыпавшиеся пожитки, ощупывая землю руками, выберутся из канавы и пойдут дальше в своих синевато-серых плащах, подняв незрячие головы к солнцу. Но ужас, исходящий из этой картины, пожалуй, если только можно сравнивать степень ужаса, больше, чем от самой мрачной фантасмагории раннего Брегера. Субтитры создавал DimaTorzok